Навести порядок в родном дворе на Чехова-3 Мазырянка Валерия Анатольевна Смагина пытается не первый год. Многократные обращения в ЖЭУ результата не дали. В то время как по соседству двор вычищали и благоустраивали, возле ее дома все приходило в упадок. Такая игра на контрастах в конце концов привела к тому, что неравнодушная женщина вместе с соседями по несчастью решила озвучить проблемы с экрана. Лет 10 уже не мылись рамы в нашем подъезде. Только из-за того, что как бы боятся ЖЭУ, рамы упадут на голову уборщицы, они собирались их менять. Вопрос так не решен. Вот вы видели заборчик сломанный, который год не могут вывести, качели, которые подгнили и вот-вот рухнут детям. Детской площадки нет. Кроме того, я вот три раза в этом году обращалась уже в наше ЖЭУ, скамеечки у подъезда, даже вот это две дощечки, пару пенечков, не убирался подъезд летом. Вы знаете, что выйду, да второй раз так плохо, и я падаю, сейчас меня шатает, я трошки было, сейчас не хожу никуда. И там нема, и там нема, скамейки. Вижу, мне плохо, и я стою, возьму до того столбика, где стою. Да мне еще у мужчины, зимний сын, он не зимний болен. Да говорит бабушка, вон ваше управление, иди-то хоть на эту скамейку поставь. Чего ты за столбом стоишь? А я говорю, я ходила, он и говорит, что платит деньги, а я одна не заплачу на эту скамейку, у меня пенсия была. Ждать реакции долго не пришлось. Накануне приезда съемочной группы вымыли подъезд. Привести его в порядок и благоустроить дворовую территорию много сложнее. Кроме желания и инициативы, здесь нужны финансовые вливания. Поэтому обещания начальника ЖЭУ весьма осторожны. Будет проведено собрание, переговорим с жильцами, определимся, кто согласен, кто не согласен. Конечно, состояние подъезда ужасающее, но на данный момент еще не все имеют желание заниматься ремонтом. По дворовой территории единственное, что можем пообещать, это мелкий ремонт существующей детской площадки. Потому что, согласно ТКП 45-го, в техобслуживание не включается ни установка новых малых форм, единственное, что есть только их поддержание в рабочем, жизнеспособном состоянии. Но ввиду того, что здесь уже, как сами видите, дворовая территория находится в плачевном состоянии, в плачевном состоянии давно, ну, что-то каких-то серьезных подвижек, какие-то новые формы установить. Ну, возможно, только при наличии каких-то источников финансирования дополнительных, какой-то спонсорской помощи или еще чего-то. Детям площадку, старикам скамейки. Обоснованные требования должны быть выполнены. Ну, лавочку для бабушки постараемся найти. Что касается окон в подъездах, то в любом случае к зиме будет все закрыто и есть клинок. То есть в любом случае не оставим на зиму так, чтобы гулял ветер и мороз. Стучитесь и вам откроют. Кричите и будете услышаны. Насколько справедливым окажется выражение в этом случае, покажет время. Но раскручивать клубок проблем работникам ЖЭУ все-таки придется. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.